доброе утро виталий здравствуйте татьяна мария добрый день я вижу или мне кажется что мы с вами раньше уже встречались с многими из вас напишите знаете ли вы меня как бы предыдущих встреч было бы интересно знать что друзья давайте будем начинать уже 10 часов будем уважать присутствующих нам конечно хотелось тем кто опаздывает тоже дать уважение но мы больше уважаем все таки тех кто уже пришел правда спасибо светлана спасибо за добрые слова для меня это очень важно спасибо и мира здравствуйте владимир виталий имплементации систем виталий вот эти я вам объясню немножко чтобы было общее понимание сейчас я даю обзор на лекции понятно что каждый из вопросов которые мы рассматриваем мы можем ну не каждый но многие скажем такая вещь как вакцины и такая это же огромная тема а если мы с вами сейчас начнем разбирать нюансы как давать где ошибки как правильно как неправильно как бывает не бывает и как эффективно это мы вы знаете будет огромное ну то есть это возьмет время это несколько уроков и это не только урок со мной как бы я больше теоретик и больше я именно по занимаюсь на специализации лабораторной диагностика что мне как бы мне придает силу чтобы я могла вам давать вот какие-то практические то есть теорию связать практикой это то что я нахожусь коллаборацией сотрудничаю с хорошо известным клиническим ветеринарным врачом Самуэлем Трумпером вы знаете такие большие детсфабрики индюшины как в Урсдоне в Уфе в Чемкенте создавала израильская компания в идее компания и он был главным ветеринарным врачом и в какой-то момент мы с ним подружились и сейчас по-прежнему общаемся и дружим и в принципе болезни птиц это ну как он сказать моя любимая тема можно сказать хотя и она очень большая и то вот наша дружба она мне помогает то что мы общаемся как бы какие-то теоретические аспекты я вижу благодаря Шмойлю он мне как бы без профессионального общения я вижу как это связано с тем что мы используем на практике как он использует это на практике поэтому вот эти вопросы по антибиотикам по как-то диастатикам по патологоанатомическому вскрытию что само по себе целый ну как сказать мир и ну то есть очень большая интересная тема более того я вам скажу что вот та книга которую я вам порекомендовала на прошлом занятии она тоже очень интересна это основы то есть она помогает понять как правильно вскрыть открытие но прочесть то что вы видите это не так просто здесь нужно сочетание нескольких дисциплин то есть хорошо знать клинические признаки патологоанатомические признаки иметь огромный опыт вот этих лабораторная как бы поддержка во в течение многих лет связать то что вы видите с правильным диагнозом и это как раз вот практическая часть я надеюсь что наши вот эти лекции они вам дадут какую-то основу а продолжить конкретно вот я является определенной моей мечтой уже давно что мы вместе будем создавать со шмолем тромпером практические уже ребинары и может быть даже и практические встречи когда-нибудь мы сможем тоже сделать на россии или казахстане просто шмоль он говорит на иврите на английском но не на русском и мы могли бы сделать практические такие занятия которые мы уже мы конкретно бы какие скажем если взять до примера патологоанатомические признаки характерны для каждого инфекционного заболевания то есть есть совершенно конкретное сочетание и сочетание и особенные проявления на патологоанатомическом уровне когда вы практически мы не со стопроцентной но там довольно высоким процентом можете сказать что это вот это там это инфекционный болезнь или другая вот это по моему самое ценное но это не работает без той теории которую я вам на этих на этом кратком курсе пытаюсь дать что же друзья давайте начнем мы уже на 5 на 5 минут подождали наших опаздывающих коллег всем здравствуйте так и начнем рада что вы снова с нами дорогие коллеги спасибо тибору загсу который снова помогает нам сегодня в проведении онлайн мероприятия эра на наверное сегодня отсутствует но я еще раз хочу упомянуть его поскольку это именно именно пользуясь его специальной поддержкой мы можем встретиться на этом сегодняшнем курсе друзья поставьте пожалуйста да камила здравствуйте поставьте пожалуйста единички кто был у нас на прошлом занятие или двоечки кто прослушал его в записи я надеюсь что есть такие да спасибо 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 двоечки я вижу кто-то в записи слушал друзья возможно у вас остались вопросы еще раз подчеркиваю задавайте но вот эти большие вопросы марина добрый день рада вас видеть тоже большие то есть но большие или маленькие там а все как бы относительно но так коротко конечно тот вопрос который вы задали вот раньше его так сразу не объяснишь одним двумя предложениями а сейчас дополнять еще час и как бы это довольно сложная тема поэтому напишите мне пожалуйста вот ваши вопросы я бы попросил написать на почту мою электронную и мы потом рассмотрим на следующих лекциях постараюсь я вам дать ответ более развернутый а главное и мне помогает я думаю вам тоже когда я делаю какие-то слайды на которых вы можете но не только услышать а увидеть то что то о чем я говорю мне лично это помогает усвоение материала то так давайте продолжим пишите вопросы в чате зависимости от вопроса как я сказала я буду отвечать или если то что я не ответила напишите пожалуйста на мейл а милы вы можете мы дадим вам я напишу в чате позже в конце лекции к нам поступали вопросы по поводу сертификат о прохождении тренинга так вот для заинтересованных мы можем сказать что сертификаты будут и они будут выданы тем кто будет присутствовать хотя бы на на пяти наших встречах онлайн еще вопрос поставьте пожалуйста троечки кто воспользовался подарком который я выдала вам в прошлый раз какие вы результаты да спасибо вот уже троечки пошли скажите вам был полезен на этот материал как вы вообще относитесь вспомогательным таким средством для самопроверки для я лично ценю каждый ну вот такой вспомогательный что инструмент да конечно спасибо спасибо тогда мы продолжим эту практику и я планирую вам дать на как бы еще подарок относящийся к сегодняшней лекции но к сожалению не успел его подготовить поэтому мы вам ссылочку на него разошлем уже после лекции я о нем скажу позже да спасибо вам тоже спасибо за спасибо так вот наша сегодняшняя встреча и она посвящена моя мышка мы посвящена по стратегическим методам сокращения применения антибиотиков нужно сказать что эту тему предложил эра конечно же для таких организаций как фау очень это является одной из самых приоритетных целей сократить антибиотики но друзья если мы подумаем да есть разные стратегии да кто-то пытается запретить их проверять делать ну то есть мы видим эту деятельность в интернете это все очень уважаемые люди им даже очень многое удается но чисто по-человечески представьте себе ситуацию когда на предприятии идет падеж тысячи особей гибнут и у у ветеринарного врача нет возможности или даже не врача у владельца есть разные фирмы не на всех фермах есть вообще ветеринарные врачи но тем не менее они содержат тысячи и тысячи голов птицы и вот в такой ситуации идет падеж нет возможности проверить что это есть только слухи и как бы у людей нет поддержки конечно при такой ситуации они готовы уже сделать все и в том числе потратить деньги на то чтобы купить какие-то антибиотики уже дать так сказать стрельнуть пушкой по воробьям а вдруг попадешь и естественно плохо получается поскольку стреляют не знают куда не знают в кого но стрессовом состоянии это именно когда люди находят стрессовом состоянии то что именно то что происходит поэтому давайте моя вот искренне позиция это то что нужно необходимо все-таки развивать лабораторную диагностику делать ее доступной но и работать над своим профессионализмом конечно я надеюсь вам сегодняшняя лекция в этом поможет мы рассмотрим такие аспекты как патогенез бактериальных и вирусных инфекций профилактика инфекционных болезней вакцины кратко скажем о педемиологических исследованиях и я скажу о принципах антибиотериальной терапии без антибиотиков итак что же такая стратегия вообще общий это это общий не детализированный план охватывающий длительный период времени способ достижения сложной цели да то есть мы сначала с вами должны стратегически мыслить куда мы хотим прийти ну и выбрать инструменты тактика как как мы какие будем инструменты использовать для того чтобы достигнуть своей стратегической цели давайте перейдем непосредственно к этой теме но для того чтобы ее раскрыть важно понимать несколько важных моментов мы уже сказали на прошлой лекции что организм птицы он не стерильный всегда есть какие-то патогены и вред могут носить патогены но также и оппортунисты которые при ослаблении организма начинают поднимать голову так сказать и размножаться приносить вред организму и всегда эти отношения между хозяином и гостем они очень динамичны в принципе появление инфекционного заболевания является результатом нарушения баланса между силами сопротивления хозяина и фактором атаки совершаемого патогеном и у нас всегда есть противостояние между болезнетворными свойствами микробов и антимикробной защитой организма если схематично изобразить то что я сказала это вот как раз то что вы видите на этом слайде то есть у нас на одной чаше весов есть здоровье птицы ее состояние иммунного статуса и на другой чаше это вируленность патогена насколько он токсичен насколько он инвазивен секундочку так вот отношения между хозяином и патогеном они бывают разные как мы знаем есть мышуальные есть коменсальные отношения в этих отношениях существует микроб и хозяин существуют вместе без причинения большого ущерба да в этом случае конечно микробов мало как бы они но они присутствуют и эти отношения коменсальные отношения они могут быть отменены в любой момент из-за чего по каким причинам из-за воздействия на хозяина стресса и затраты хозяина сил на восстановление как бы хозяин тратит силы на восстановление состояния на гомеостаза и таким образом его состояние ослабляется или также это может возникнуть из-за повреждения его защиты другим микроорганизмам такие переходы обычно происходят очень короткие периоды да мы можем даже вспомнить себя когда мы нам достаточно немного переохладиться и у нас у людей выскакивает герпес который сидит тихонько где-то там в нервной системе и здесь то же самое из-за ослабления сопротивления хозяина по причинам таким как причинам как увеличение патогенности то есть способности вызвать заболевание вызванное признаком полученным от другой бактерии это конечно правильно в основном для бактерий или третьим фактором изменяющему равновесие какие же у нас есть этапы патогенезоинфекционных болезней основные ну это элементарно как бы внедрение прикрепление колонизация проникновение внутрь как бы скажем со слизистых оболочек внутрь организма угнетение иммунного ответа токсины интоксикация организма какие же факторы патогенности существуют у бактерий которые позволяют им проникнуть преодолеть защиту организма это пили жгутики жгутики нужны для инвазии подвижности капсулы белки нужны для защиты зачастую ферменты расщепляют ткани токсины экзотоксины липосахариды и другие составляющие патогенности факторов патогенности они повреждают ткани расщепляют и так далее в то же время бактерии типа эшерихиаколия получают большую часть своей вирулентности из мобильных генетических элементов что это такое что такое мобильные генетические элементы мы знаем со школы строение бактериальной клетки конечно же есть у нас ДНК бактериальной клетки есть плазмиды а плазмиды это небольшие молекулы ДНК вот здесь вы видите зеленым на рисунке они плазмиды тоже несут гены генетическую информацию и зачастую это во-первых плазмиды длиной нескольких тысяч пар то есть это маленькие коротенькие геномные элементы они могут переходить от бактерий к бактерию таким образом бактерии могут обмениваться генетической информацией и они как раз зачастую содержат гены устойчивости к антибиотикам ионам тяжелых металлов также так могут передаваться гены которые несут факторы патогенности которые мы говорили раньше в отношении антибиотиков в бактериях периодически происходят мутации и формируются гены устойчивости к антибиотикам то что мы порой широко и бесконтрольно используем антибиотики ведет к появлению таких устойчивых бактерий мы сами способствуем как сказать селекции самых устойчивых бактерий когда не соблюдаем во-первых бьем пушкой по воробьям как я уже упоминала раньше а во-вторых когда не соблюдаем нормы дачи антибиотиков и у нас частично самые самые сильные бактерии остаются живыми по сути то есть самые слабенькие убирают пока мы даем маленькие количество антибиотиков и тем самым самые устойчивые носители вот этих генов устойчивости к антибиотикам они остаются и продолжают свою жизнь делятся вот этими плазмидами с другими бактериями и таким образом мы работаем сами против себя когда даем бесконтрольно антибиотика антибиотики передача генов устойчивости к антибиотикам помогает бактериям выжить собственно какие факторы патогенности есть у вирусов они похожи по действиям то есть это у вирусов тоже есть прикрепительные белки к рецепторам клеток у них есть клеточный тканевый тропин так называемый то есть который вытекает из того что у вирусов есть специфичные анти рецепторы то есть они прикрепляются к определенным рецепторам определенных клеток и также это вытекает еще из одного явления что вот система размножения вируса она как бы зачастую имеет тоже предрасположенность к определенным клеткам специфичным клеткам из этого мы получаем такой тканевый вирус размножается в определенных органах также они имеют антигенную вариабельность для избегания от иммунной системы это явление естественно мы все знаем из многих вирусов человеческих вирусов в том числе и у них есть факторы подавления иммунного ответа ну и много-много других факторов что ж как мы можем профилактировать инфекционные болезни вакцины у нас есть живые вакцины инактивированные субъединичные генно-инженерные синтетические живые вакцины готовят из селекционированных авирулентных или слабо вирулентных естественных штаммов вирусов или из затонированных штаммов вирусов их еще называют вирус вакцинами в настоящее время ветеринарной практики у нас очень много живых противовирусных вакцин есть инактивированные то есть убитые которые получают путем размножения производственного эпизоотического штамма с последующей инактивацией обезвреживанием его с помощью физических или химических факторов есть субъединичные вакцины которые содержат только протективные антигены против которых в организме вырабатывается вирус нейтрализующие антитела есть гены инженерные которые представляют собой представляют собой очищенные вирусные белки факторы патогенности синтетические вакцины получают путем искусственного синтеза пептидов с определенным набором и последовательностью чередования аминокислот пептидов пептид должен соответствовать главной антигенной термина антивируса выполняющей функции протективного защитного антигена друзья вот я вижу кто-то из нас уходит неважно вы можете потом послушать в записи это ваш как бы вы сами регулируете свое время рабочее время естественно мы также можем разделить вирус вакцины на вирусные бактериальные естественно также есть разные способы дачи этих вакцин с распылением с водой протыкание сетки крыла запкам в нее глаз и другие есть способы насчет приобретен при свободном выгуле я бы попросила поточнее что вы имеете ввиду какой аспект именно вы в этом хотите узнать и позже в этом отношении я вижу вопрос приобретенный университет при свободном выгуле хороший конечно вопрос можно на него очень долго голосовствовать конкретнее пожалуйста и желательно в конце лекции дальше профилактика инфекционных болезней мы продолжаем эту тему какие вопросы мы сейчас не будем открывать эту довольно интересную большую цену тему вакцины можно ее продолжить рассмотреть разные аспекты но не в рамках сегодняшней лекции единственное что хочу отметить это то где мы видим что зачастую наши коллеги делают ошибки это тогда когда используют непроверенные вакцины вакцины более того наша строгая рекомендация это использование проверенных вакцин и желательно по рекомендации то есть само по себе сейчас вы имеете большой выбор много к вам поступает к ветеринарным врачам на фермах птиц фабриках большое предложение но не нужно желательно все таки использовать проверенные вакцины по рекомендациям само по себе существование вакцины не гарантирует ее качественной работы и мы с этим сталкиваемся очень часто обязательно соблюдение инструкций хранения проведения вакцинации то есть несоблюдение хранения даже небольшое может убить вашу вакцину которую вы используете и в результате все ваши усилия затраты на вакцину на работу рабочих и так далее а главное на ваше то что вы рассчитываете что провели работу то оказывается что это прошло все впустую для этого мы поэтому всегда делаем проверку качества вакцинации не полагаемся просто на то что вы что-то сделали да вы работу провели но это совсем не значит что вакцинация была сделана качественно тут много очень как бы по ошибок которые делаются по дороге тех которые я сказала то есть часто не соблюдают инструкцию не хранение не проведение вакцинации много много других разных составляющих я еще раз говорю есть я надеюсь что нам удастся провести в будущем вот такую практическую встречу с поддержкой фау фау но мы постараемся провести чтобы раскрыть эту тему от ветеринарного врача практика многолетним сорокалетним уже даже я бы сказала опытом какой еще момент я хотела бы уточнить потому что это одна из самых тоже распространенных ошибок ошибка это тогда когда мы знаем а делаем иначе да а есть еще такой аспект да мы просто может быть где-то упустили эту составляющую и просто не знаем так вот есть такой аспект у нас есть шаги необходимые для создания адаптивного иммунного ответа против живых инактивированных вакцин в чем же разница между живыми как бы выработка иммунитета когда мы делаем живую или инактивированную вакцину прежде всего скажу что бактериальные вакцины они обычно инактивированы и вот здесь вот вот эта схемка слева что о чем она нам и говорит что когда мы используем я вижу вопрос вы проверяете качество вакцин качество вакцин друзья мы зачастую можем уже проверить только уже у нас нет зачастую средств для этого мы можем определить все качества уже по по результату то есть на стадии когда вы уже провели вакцинацию увидели проверили ее результат проведенной вами работы если его нет значит вы должны искать причину она может быть и в качестве вакцины или в ошибке в проведении вакцинации так вот когда мы делаем проводим вакцинацию ниже инактивированной вакцины что происходит мы в этом случае работаем на гуморальный иммунитет гуморальный как мы знаем это выработка антител это то что вы видите с левой стороны то есть дендритные клетки в разных различных органах птицы захватывают частички антигена зачастую если мы если это зачастую это целиковые молекулы то есть бактерии целиком дендритная клетка захватывает затем делает презентацию уже по цепочке и в результате мы получаем ответ B клетки с выработкой антител и в результате мы как мы изучали в прошлый раз в первую вакцинацию мы получаем выработку антител но они пока еще в маленьком количестве самое важное что мы получаем при первой вакцинации это мемори как бы клетки памяти которые уже при последующем введении антигена повторной активации посредством других вакцин ревакцинации или попадания живого уже организма патогена провокации заболевания посредством живого патогена у нас уже есть клетки памяти которые быстрее реагируют и реагируют выработкой гуморального иммунитета это то что мы видим при выработке неживыми вакцинами то есть это вот цепочка если же у нас скажем живая вакцина нужно сказать что в принципе есть у нас бактериальные патогены есть вирусные для элиминации удаления бактериальных патогенов нам нужен гуморальный ответ то есть это антитела если мы хотим работать против вирусных патогенов нам нужен клеточный ответ и это именно то что вы видите с правой стороны да порой антитела конечно нам тоже нужны и они не помешают но это не вместо а вместе то есть если у нас мы хотим работать против вируса то первой вакцинацией обязательно должна быть живая вакцина тогда мы получим клетки памяти те клетки то есть которые отвечают за клеточный иммунитет и для примера мы можем взять болезнью Касла да когда у нас есть возможность использовать как живые так и инактивированные вакцины то есть при этом заболевании первая вакцинация всегда должна быть то есть это вирусное как мы сказали заболевание нам нужен клеточный ответ мы должны обязательно провести провести сначала вакцинацию живой вакцины в дальнейшем мы уже можем сделать и инактивированной вакцинацией можем живые тоже но это как бы уже в зависимости от других факторов но если мы делаем принципиальную ошибку что зачастую мы видим у наших коллег и не на маленьких птицефабриках на довольно больших птицефабриках когда они вакцинируют начинают вакцинацию с против вирусов вот этими инактивированными виральным вакцинами они оставляют все по голове практически без иммунной защиты что саму по себе страшно вот используя вижу вопрос использовали две вакцины от одного заболевания при оценке вакцинации получено разное количество антител антител говорит ли низкое количество антител о том что вакцина хуже или некачественная смотрите чтобы вообще что-либо заключить как у нас в науке принято когда мы проводим какой-то эксперимент хотим задать такой похожий вопрос а вот это вакцина хорошая или плохая а вот это работает или нет мы должны провести отдельные эксперименты то есть все составляющие одинаково и какой-то один как в уравнении да и какой-то только один элемент он разный когда вы оцениваете результат когда вы у вас вот эти все составляющие одни и те же только одно составляющее разное тогда мы можем заключить о его качестве хорошая это вакцина или плохая кстати говоря хорошей практикой является среди ветеринарных врачей которые имеют свой возможности вот как раз для проверки на небольших количествах птицы что тоже очень рекомендовано вы можете сами его таким образом проверять то есть взяли две группы которые содержатся совершенно одинаково и проверили эту вакцину проверили другую вся эта работа она конечно не быстрая она не быстрая но она того стоит то есть вы набираете опыт правильный опыт который и он когда вы проводите сами эксперименты проверки он конечно такой опыт он наиболее ценен вы его я думаю никогда не забудете вакцина сожгла антитила так вот так вот Игорь смотрите я еще раз повторяю сейчас мы это вопросы в отношении вакцин антитела и прочего они неоднозначны я не могу сейчас вам ответить да нет как это бывает давайте мы я думаю что мы проведем отдельные в будущем вебинары именно по вакцинам потому что это очень сама по себе очень большая тема так гуморальный иммунитет опосредственный антитилами в нем индуцируется он индуцируется неживыми вакцинами это то что мы сказали раньше а так тогда как клеточный иммунитет требует заражение живыми вакцинами микроорганизмами это то что мы сейчас проговорили с вами я надеюсь вам это понятно кто понял товарищи поставьте пожалуйста четверочки в чат да спасибо вижу что поняли отлично будем теперь тренировать нам дальше на практике надеюсь у нас с вами все сложится так вот друзья давайте вернемся к нашему равновесию да мы сейчас с вами обсудили качество биролидности патогена какие факторы патогенности бывают в связи с этим вакцины что я еще не сказала может быть важного про вакцины что принцип создания вакцин он основан на том чтобы потренировать иммунную систему предоставить ей вот этот патогенный фактор за счет которого тот или иной патоген побеждает иммунную систему защиту иммунную систему организма то есть мы его презентируем иммунной системе еще до того как стараемся это сделать до того как организм встретиться с настоящим патогеном в жизни это принцип мы можем вот это сделать теми путями которых я говорила раньше теперь займемся давайте займемся другим составляющим это состояние здоровья птицы ее иммунного статуса потому что он никак не менее важен чем вирулентность патогену так вот на что же важно обратить внимание что нам всем известно такое состояние как иммуносупрессия и это как раз напрямую связано с состоянием организма птицы с его силой и способностью противостоять патогенам и такое состояние как иммуносупрессия как раз об этом как оно какое же определение этого состояния это состояние при котором существует временное или постоянное нарушение иммунного ответа в результате отрицательного влияния на иммунную систему приводящих повышенные восприимчивости к болезням и что же может быть причиной такого состояния как известно это стресс совокупность неспецифических адаптивных реакций организма на восстановление его гомеостаза и море море и невероятного млн и млн и млн и на вопрос, стресс это или не стресс, причина это, ведет ли это к иммуносупрессии или не ведет. То есть грубая перевозка, сортировка, неправильное дебектирование, которое ранит птицу, нарушение условий инкубации во всех ее проявлениях, влажность, температура, факторы внешней среды, нарушение вентиляции, шум, высокие концентрации аммиака, сочетание нескольких таких факторов, то есть, к примеру, высокая температура и высокая влажность. Это причина, такая вот синергетика, она особенно влияет на, тяжело на организм. Такие вещи, как низкокачественный или неполноценный рацион, недостаток витаминов, минералов, нутриентов, все что угодно, некачественная подстилка, расклеп и так далее. Все, что отклонение от нормы, может явиться причиной иммуносупрессии и как результат, естественно, ведет к заболеваниям. Тем или иным патогенам или нарушению. Особенно хочу остановиться на микотоксинах. И мы с вами уже, я думаю, каждый из вас уже слушал не одну лекцию по микотоксинам. Прекрасно знают, что микотоксины – это продукты жизнедельности грибков. Вот, как вы видите здесь на рисунке, вот эта плесень, которая на кукурузе, это фактически грибки грибков. И они, естественно, выделяют продукты своей жизнедеятельности. Для своих нужд, так сказать, они же тоже должны выжить. И таким образом их довольно, ну, как бы, они делают это обильно. Нужно знать, что в России много черноземных земель, зараженных грибками. То есть это выглядит как очаги, такие зараженные именно вот земля. И когда мы сажаем на этих землях, в результате собираем урожай с большим количеством микотоксин, грибков, вырабатывающих микотоксины. И на сегодняшний день практически во всех кормах есть микотоксины. В каких-то их больше, в каких-то их меньше. Да, мы делаем, у вас, у кого-то есть такая возможность, у кого-то нет возможности проверить, послать в лабораторию. Но я вам просто скажу, чтобы взяли за данные, что не микотоксинов, а огромное количество. Мы их проверять не всегда можем, даже в самых замечательных лабораториях. И, ну, не совсем, ну, как бы, да, мы можем, лабораторная диагностика, конечно же, важна и нужна. Но лучше взять за данное, что их всегда много, и мы их не всегда видим. Поэтому, конечно же, нужно использовать адсорбент и микотоксинов на постоянной основе. На рынке есть огромное количество адсорбентов. Их есть дешевые, средние цены, высокой стоимости. И, конечно же, мы хотим сэкономить. И зачастую люди покупают, добавляют адсорбенты, самые простые. И надеются, что они, как бы, делали свое дело, выполнили, так сказать, задачу. Но это далеко не всегда так. Многие адсорбенты часто не работают. И если работают очень слабо, удаляют только частично какие-то из видов микотоксинов. Но если вы хотите иметь меньше проблем вообще, в принципе, с инфекционными заболеваниями, любыми другими инфекциями, по сути, да, то нужно уделить этому большее внимание, использовать адсорбенты, которые действительно работают. Не смотреть на дешевизну, а проверять именно их работу. Вот пример, который привел мой коллега, о котором я говорила. Он сказал, что у него есть несколько корпусов. У нас в Израиле это не птицефабрики, есть и большие птицефабрики. Но очень часто есть хозяева, которые выращивают небольшое количество птиц. Буквально ставят на своем огороде, который довольно большой, но корпус или два, и выращивают птицу. Так вот, что он говорит, что хозяйство, которое используют хорошо работающие адсорбенты, им удается практически без антибиотиков, без каких-либо проблем, выращивать птицу. То есть полный период выращивания. Конечно, это не единичная стратегия, но это одна из самых важных. И он говорит, что разница прироста живой массы на голову в этом случае между хозяйствами, использующими более эффективные от менее эффективных адсорбентов в результате как минимум 200 грамм на голову, то есть в результате выращивания. При том, что те, кто используют эффективные адсорбенты, менее жалуются и гораздо меньше у них проблем и, соответственно, расходов на лечение по сравнению с теми, кто экономит на адсорбентах, но зато тратит и теряет на других на лечение инфекционных заболеваний. Поэтому решайте, или мы уделяем внимание и боремся эффективно с микотоксинами, либо мы постоянно провоцируем птицу на иммуносупрессию. Какие же у нас существуют причины иммуносупрессии, относящиеся к патогенным агентам? Это вирусы, в основном вирусы, такие как причиняющая болезнь Марка, ликоз, ликоджей, вирусная анемия цыплят, секунду, вирусная анемия цыплят, известная, конечно, реальность иммуносупрессивных болезней является еще на больших лекциях. Эрологический энтерит – это болезнь индюшек. И тем самым знание о том, что является причиной иммуносупрессии, нам, естественно, может помочь для того, чтобы мы могли предотвратить это самое состояние. Вообще хорошей практикой является наблюдение и регистрация всех показателей при выращивании. Как говорится, что мы… Все нужно измерять. То есть мы меряем, конечно, температуру, влажность и прочее. Наблюдать за этим и за всеми параметрами, в том числе за количеством потребления воды, вентиляции, температуры и состояние скучности и так далее. То есть все-все вот эти показатели нужно учитывать. Друзья, мы хотели поговорить немного… Я хотела сказать несколько слов о педемиологических исследованиях. Зачем она нам нужна, вообще, педемиологическая наука? Она определяет закономерности возникновения и распространения заболеваний. Заболевания с различной теологией мы можем, как бы отслеживая все вот эти параметры, распространения, возникновения исторические, мы можем разработать, естественно, и методы контроля, и профилактические мероприятия, подобрать правильные профилактические мероприятия. Что мы учитываем при педемиологических исследованиях? Естественно, это вид птицы, возраст, расположение хозяйства, время года, количество пораженных, падеж, подробный… Также, с другой стороны, мы всегда должны иметь подробные данные патогени, то есть выделять его, изучать его, его патогенные свойства, его характеристики на уровне ДНК, РНК, и, естественно, исторические данные, то есть эпидемиологические данные за прошлые годы. Что это означает? Что мы обязательно должны коллекционировать, начнем с того, что выделять, ставить точный диагноз, даже если мы, скажем, теряем в определенную вспышку, внесем в большие потери, это не значит, что мы как бы, ой, в этот раз не получилось. Такого нет. Мы обязательно должны поставить диагноз, выделить патоген и создавать коллекцию. Для чего? Для того, чтобы потом сравнивать и таким образом находить, откуда эти патогены могли попасть к вам в хозяйство. Мы делаем для этих целей секвенс геномную, так сказать, проводим геномную характеристику патогенов, сравнивая с предыдущими изолятами, изолятами из других предприятий для определения движения патогенов, путей передачи. Ну и, соответственно, все это делается для эффективного контроля и профилактических мероприятий. К примеру, приведу пример из нашего израильского опыта, что у нас немного другая ситуация, как бы у нас обычно есть инкубаторы, которые направляют, продают свою продукцию птенцов на различные фермы. И когда ветеринарный врач, клинический ветеринарный врач приходит на ферму и видит проблему с подагрой птенцов или с речей Аколи, или сальмонеллой и так далее, он сразу выясняет, откуда это пришло. И уже, соответственно, с обстоятельствами, естественно, он решает, смотрит, от какого стада получены данные особи и нужно ли проводить мероприятия, лечебные мероприятия именно с источником, с материнским стадом. То есть вся вот эта информация, она совсем не лишняя и вся она очень важна для эффективной работы. Единственное, что могу сказать, конечно, что при существующем положении России и многих стран высшего Советского Союза, когда частные предприятия опасаются распространения информации и наложения санкций, к сожалению, этот инструмент плохо используется и почти, может быть, даже не работает. Скажите, насколько вы используете этот инструмент, собираете ли вы своих патогенов, скажем так, коллекционируете, делаете ли, изучаете ли их, ну, может быть, не сами, может быть, с кем-то вы работаете. В НИЗЖ у нас есть такой прекрасный, сильный институт, у которого есть все для этого инструменты и возможности, и, главное, специалисты. Насколько я знаю, эпидемиологические исследования проводятся мало в России и, тем более, в других странах бывших российских, так сказать, стран бывших Советского Союза. И, конечно, жаль, что такая большая Россия с такими большими, такая большая страна, ну, вот не пользуется, или слабо пользуется, скажем, таким важным и нужным инструментом. Так, друзья, вернемся к тому, что мы говорили раньше. Вернемся к нашему слайду с против... вот этим противостоянием, там, где мы видели на одной стороне птицу, состояние ее здоровья и которое находится в противодействии с патогенами, с силой их воздействия на организм. Как мы можем способствовать тому, чтобы организм птицы стал сильнее, так сказать, помочь ему справиться с тем, что происходит с ним после стресса, после какого-то такого воздействия. так, секундочку, у меня слайды здесь не успели поменяться. Вот так, давайте отсюда начнем. Для того, чтобы помочь организму справиться со стрессом, с вот этим напором со стороны патогенов, мы... что мы можем сделать? прежде всего, самое важное, это основной принцип зеленой поддерживающей терапии, это не ждем начала болезни. То есть, если мы видим, что что-то происходит, отклонение какой-то от нормы, то есть, это или изменение, очень жарко, изменение температуры, высокая влажность, птица начинает страдать, то есть, вы видите, что она чувствует себя ненормально, уже на этой стадии нужно дать ей помощь. То есть, не ждать, когда вот этот вот стресс разовьется в какой-то более серьезной, в какой-то более серьезной ситуации, и когда вам уже потребуется дача антибиотиков, что как раз мы и не хотим, чтобы мы каждый раз давали, решали вопрос антибиотикам, тем более, что антибиотикам каждый раз вопрос не решишь. Антибиотики решают и то не всегда проблемы, только бактериальные проблемы. У нас еще есть вирусы, у нас еще есть паразиты, наружные паразиты, внутренние паразиты, и когда мы принцип зеленой поддерживающей терапии это дать поддержку ослабленному организму, чтобы он восполнил свои ресурсы, потраченные ресурсы за счет вот этой дополнительной нашей поддержки. Что мы можем сделать? Давайте рассмотрим. во-первых, мы можем поддержать полезную микрофлору кишечника. Если мы знаем что-то у нас с водой, предположим, мы уже тут смотрим, с какой стороны организм претерпевает в данный момент атаку. То есть это качество воды, у вас с водой какая-то проблема. Мы можем с кормом, мы тоже все время смотрим на качество кормления. Мы можем дать пребиотики, мы можем подкислять воду до печь 5-6. Кстати говоря, хорошей практикой является делать это на постоянной основе. В этих условиях мы угнетаем развитие кластридии и мы ее все время держим как бы в таком она естественно всегда присутствует. Но мы если используем подкисляем воду, мы всегда ее в таком так сказать в черном теле что ли держим. Как известно вот эти проблемы с желудочно-кишечным адстрактом они обычно начинаются с того что кластридия начинает поднимать голову начинает размножаться тот же через некоторое время подключается к окциде и мы получаем естественно клинические проявления в форме энтерита и в разной степени как сказать в разной степени слово у меня вылетело по-русски ну бывает сильнее бывает слабее вот поэтому мы все время наблюдаем где же с какой стороны у нас ждать нам удара и и поэтому все время стараемся помочь птице еще до того как мы получили с вами вот это выражение болезни уже клинической или там какой-то патологом атомической ее форме мы можем также когда используем микотоксины желательно использовать гепатопротекторы добавки поддерживающую работу почек это есть комплексные препараты кстати вот тоже это я думаю хорошая идея провести отдельный вебинар именно использование зеленой поддерживающей терапии у нас в этом есть замечательный опыт и это мы можем рассказать как именно использовать ну то есть принципы я вам сейчас говорю но конкретные какие-то рекомендации вот вроде того что подкислять воду и добавлять какие-то вещества дополнительные это тоже заслуживает отдельного разговора что ж друзья я кажется пропустила два предыдущих да в качестве поддерживающей терапии мы также используем жирные кислоты витамины которые помогают организму они влияют на лейкоциты и очень важны для поддержания адекватного иммунного ответа на болезни витамин е защищает организм от свободных радикалов и является неотъемлемой части иммунореактивных клеточных функций также мы используем в качестве поддерживающей терапии распыление раствора эфирных масел если мы видим респираторные какие-то начинающиеся да и как бы на более поздних стадиях еще раз говорю поддерживающая терапия друзья она в ней весь секрет который в том ты в ней весь секрет что ее надо проводить еще когда вот вы видите что-то происходит что-то значит жди беды вот давайте мы поддержим нашу птицу распылим ну если это там чихать они уже там начинают вы видите что ага там перехлаждение было или еще что-то много пыли в случае респираторных поражений мы распыляем раствор эфирных масел когда мы ждем атаку со стороны желудочного кишечного тракта мы также используем другие эфирные масла то даем с водой назначаем витамины добавки кстати говоря витамины сама по себе тоже отдельная хорошая тема дача количество витаминов то есть когда мы видим проблемы с витаминами то есть подозреваем то поначалу конечно надо ударные дозы давать для того чтобы увидеть эффект они так понемножку как обычно назначают ветеринарные врачи подкисление я вам уже говорила здесь 4,5 это уже слишком мало 4,5 это уже маловато птица перестает ее пить когда слишком кислое также добавление и хотел сказать что добавление йодных растворов в воду оно не оправдано так как делает неэффективным выпаивание затем других лечебных средств антибиотиков примеру из того же резервуара друзья не делайте это ошибку есть многие другие добавки которые мы используем но опять же это в отдельном вебинаре так что же нам собственно что в результате действительно является эффективным а это комплексный подход друзья когда мы с одной стороны соблюдаем биобезопасность то есть предотвращаем занесение высокоопасных заразных заболеваний с другой стороны мы контролируем все правила содержания учимся контролировать все параметры для нас это тоже важно буквально все записывать вести учет и смотреть как те иные или иные явления нарушения потом у вас вытекают во что это вытекает в результате вы так постепенно научитесь предотвращать и видеть то что происходит уже на ранних стадиях мы обязательно проводим поддерживающий терапию в случае стресса из тех всех про стресс мы уже говорили какие что может быть и в речи то есть причины стресса отклонения от нормы причины стресса по сути эффективно обязательно работаем над эффективной нейтрализацией микотоксинов на постоянной основе это не разовая акция мы делаем это все время и даже не полагаемся на данные лабораторий кстати друзья кто сегодня отправляет поставьте в чат пятерочки тот кто делает анализ на присутствие микотоксинов на постоянном в корме комбикорме кто-то проводит такие анализы валерия делает да я вижу друзья но опять же друзья мы тоже это все делаем но на сегодняшний день мы уже убедились что делать это конечно можно но многое не определяется их огромное количество и к сожалению нас это не то есть мы когда проводим конечно анализ что нам это дает мы можем определить вернее нам скажут или много или мало но мы же когда мы знаем что не все определяются и зачастую под вопросом качества проведенных исследований просто по опыту мы знаем что они совершенно да совершенно не все можно их огромное количество и даже у нас я вам скажу что этот аспект не очень занимаются из-за чего наши но просто нужно брать и заниматься им использовать не надеяться ни на анализы ни на что-либо еще просто постоянно использовать адсорбенты которые работают также не менее важно чем то что я сказала раньше это диагностика инфекционных болезней почему потому что приведу пример вот буквально который произошел в эти дни к нам обратилась одна из вернее ферма которая выращивает в Казахстане уток и гусей и у людей нет возможности сегодня проверить диагностировать инфекционные болезни умерло там уже около трех тысяч голов конечно владельцы просто в шоке я отвечу Ларису на вас вопрос сейчас я договорю вот они конечно в шоке и главное что они говорят ой у нас везде птичий грипп это наверняка птичий грипп и ничего невозможно сделать когда мы посмотрели на клинические признаки то есть эпидологи анатомические то буквально с первого взгляда видно что это никак не грипп понимаете да мы подозреваем там какие-то определенные байки но когда человек не может проверить и что она продолжила что мы уже вот дали такие антибиотики такие такие ничего не работает то есть когда человек в стрессе у него нет возможности проверить они просто дают птице вот стреляют пушкой по воробьям естественно никакого эффекта птица все равно мрет они все равно потратились на антибиотики и ну какой же результат да никакого нулевой результат и только вот это ой это же грипп а грипп там даже близко что называется не проходил вот поэтому диагностика антибиотиков болезней она очень важна невозможно запретить сегодня антибиотики они разрешены да какие-то запрещены какие-то разрешены но все равно когда в стрессовом состоянии вот владельцы теринар готовы дать все все что только у них возможность какая-то минимальная есть даже не смотрят на расходы и если бы мы продиагностировали скажем выяснили что это виральное какое-то заболевание то сразу нам уже говорит о том что антибиотики тут ну не помогут не нужно их давать если это проблема с паразитами тоже их не нужно давать они никак не помогут это лишние траты и как раз наоборот если бы мы определили что это какая-то определенная бактерия тут же нам это дало эффективный инструмент для того чтобы мы дали именно тот антибиотик который точно работает именно на эту инфекцию то есть в данном конкретном случае мы подозреваем инфекцию которая развивается в головном мозге и обычными антибиотиками тут не полечишь они не все антибиотики входят проникают в мозг поэтому без диагностики нам к сожалению никак не обойтись одними запретами тут не обойдешься если мы хотим сократить количество используемых антибиотиков мы обязательно должны работать над диагностикой повышением квалификации работы лабораторных работников уже в существующих лабораториях ну и может быть на крупных фермах создавать какие-то свои лаборатории как она что вы называете псевдовитаминами вы имеете ввиду как это мерз у меня зачастую знаете профессиональные термины я их знаю на иврите английском на иврите зачастую по-русски псевдовитамины это вы вы имеете ввиду антибиотики которые в маленьких количествах применяют для того чтобы сдерживать действия патогенной микрофлоры вот именно я еще такого не слышала псевдовитамины друзья ну какие эти вещи никаким никаким боком к витаминам это какая-то новая выдумка этих товарищей которые хотят вам продать антибиотики я так понимаю какое у меня к нему отношение ну практически такое же отношение как к антибиотикам чем они собственно являются вот я вам говорю пытаюсь как бы другой подход дать основу другого подхода друзья а это вот как раз то о чем я говорила и сейчас еще пытаюсь как-то на вас воздействовать это сказать что важна направленная терапия то есть мы делаем антибиограммы чувствительность к антибиотикам контролируем содержание вакцинации про которые я тоже говорила что мы не доверяем тому что просто мы что-то сделали провели работу или поставили галочку мы проверяем вот обязательно проверяем и ну вакцинации проверенными вакцинами конечно по большому счету я закончила на сегодня то что я хотела дать материал по каждой позиции еще раз говорю можно по крайней мере дать еще лекцию два две и я бы я дала как бы теоретическую основу вам конечно было бы интересно более практические аспекты мы будем стараться как бы на этом порсе не останавливаться а продолжить уже более продолжить наши занятия уже с практическими с практическим терминерным врачом а сейчас вот я бы хотела вот эту табличку провести мы на прошлом занятии с вами говорили сравнивали различные методы диагностики и самые используемые конечно это детекция антител и определение наличных геномного материала то есть детекция антител это сирологические методы слева и справа у нас то что то что дает нам наличие геномного материала определение наличия геномного материала в пробе да давайте сравним кстати говоря вы так вот по прошлому занятию насчет лабораторных методов вопросов к сожалению было немного но давайте еще раз пройдем детекция антител позволяет нам понять подвергся ли организм в прошлом воздействию патогена какой был иммунный ответ после этого была ли реинфекция позволяет определить наличие материнских антител естественно качество также качество проведенной вакцинации обычно используется для мониторинга на состоянии здоровья животного или птицы то есть мониторинг это очень важная составляющая требуется двойной но обычно требуется двойной забор до и после заражения или вакцинации с интервалом минимум 10-14 дней для проведения сравнительного анализа что дает нам проверка наличия геномного материала это мы определяем наличие геномного материала патогена в пробе реал-тайм ПЦР или ПЦР детекция обычно мы находим присутствие патогена но опять же порой что я могу тут сказать помните мы на прошлой ленске порой реал-тайм или ПЦР они очень чувствительны и мы можем порой найти даже следы какие-то патогенов но если у нас нет клинических признаков нет патологотомического подтверждения всего этого то конечно это на основе только одного анализа данных анализов мы не можем принимать решения мы должны получить подтверждение так сказать из жизни с поля так сказать вот быстрое определение патогена в течение мы что нам еще дает это быстрое определение патогена в течение 1-2 дней то есть в течение дня даже полдня мы можем быстро провести анализ уже даже в первые дни после заражения или вернее даже после начала проявления клинических признаков высокая пациент реакция это высокая специфичность и быстрая донсификация высокая специфичность идентификации патогена и конечно высокая чувствительность что могу сказать еще помните я вам начала рассказывать случай на прошлом занятии но к сожалению не закончила у меня мысль ушла в другую сторону о том что было вот этот случай когда начался падеж на индюшиной ферме и массовый падеж и к ним пришел положительный результат на геморрагический интерес индейок несмотря на то что клинических признаков не наблюдалось то только падеж и тот уже конечно в этот момент начинаются инсинуации различного рода ой может быть это такое течение подострое и вот ну то есть вот по сути люди начинают лечить анализ результат анализа скажем так а дело было просто в том что как бы человек не совсем формально отнес и увидел какую-то флуоресценцию и прочитал ее как положительную хотя несмотря на то что она была очень и очень низкая что при таком заболевании остротекущем ну это нереально то есть остротекущее заболевание это означает что большое количество патогена и у нас будут там показатели флуоресценции просто зашкаливать подниматься очень и очень рано вот в результате что выяснилось какая была проблема что на предприятии вы завезли по ошибке или не по ошибке по незнанию возможно солидный медицин который коксидиостатик которому птица очень и очень чувствительно как говорит мой коллега машина с этим коксидиостатиком мимо фермы приезжает и они уже так сказать в стрессе птица от того что она только ее нюхала а тут представляете дали в корм и по описанию ветеринарных врачей это выглядело конечно совершенно иначе как будто птица просто чернеет замирает на месте и как статуи такие клиника была совершенно другая но имея вот такой положительный анализ конечно всех это ввело в заблуждение но благодаря нашей помощи в результате конечно предприятие получило компенсацию выяснили какая основная причина проблемы и получили решили вопрос им компенсировали потери еще раз подчеркиваю друзья что какие бы вы не получали результаты без комплексной проверки без комплексной оценки конечно там скажем на результатах серологических реакций не должно быть уничтожено ни одно стадо что порой тоже мы наблюдаем когда на основе серологических данных уничтожались целые маточные стада ну вот это наблюдал как раз мне рассказывал мой коллега и на тех предприятиях которых он работал у меня просто говорит волосы на голове вставали дыбом от таких мягко говоря радикальных решений то же самое ну не то же самое уже пцр это более точный метод и плюс с комплексной оценкой вы конечно уже вы можете выносить более правильные решения и один анализ может подтверждать или например быть каким-то намеком то есть обычно серология мы делаем мониторинг когда я получаем какой-то знак а затем уже продолжаем и уточняем с помощью пцр друзья все мы на сегодня закончили давайте посмотрим ваши вопросы давайте я вам напишу во-первых свой мейл и присылайте вопросы на мой мейл на который я еще не успела ответить я вам пишу сейчас в чате будет мой мейл Игорь спасибо вам за то что вы пришли сегодня рада вас видеть как правильно определить грань когда принять зеленую терапию а когда уже антибиотики при слабо выраженных клинических признаках принимается ли внимание клинический анализ крови и мы мы не 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 особенно используем клинический анализ крови грань если вы говорите про грань грань это у нас есть временная грань друзья мы с вами знаем что сегодня например вот вы сейчас наблюдаете стресс и какие-то ближайшие 24-48 часов у вас будет скорее всего последствия после этого поэтому не будем ждать вот эти 48 часов скажем так а примем меры уже сегодня то есть мы не ждем завтра мы видим птица страдает ей плохо давайте ей поможем уже сегодня не будем ждать когда вот это равновесие ну как представьте себе весы когда уже один болезнь это когда уже один из сторон уже перевесила свою сторону все нам нельзя это когда оно еще только-только начинает перевешиваться вот вы тогда можете зеленой терапии очень даже выгодно помочь организм антивитамины могут заменить антибиотики которым у многих патогенных бактерий развивается устойчивость это информация ученых гетинского университета проанализировать ну давайте проанализируем спасибо за вопрос это я скопирую себе и постараюсь как это мы с вами посмотрим на следующих кто что нам говорит об этом так дальше спасибо Наталья вам тоже что были не вижу вашего мейла а окей а вот друзья вот и по поводу подарочка мы что я хотела вам дать у нас есть хорошие таблички по поводу скажем норм потребления воды у вас есть такая информация она у вас распространена то есть норма воды вы тоже все время для того чтобы знать отклонение от нормы мы должны знать норму правильно согласны продукцию арбит это природное для поднятия иммунитета окей если нет значит я вам так секунду вот почта да давайте таблички хорошо друзья они у меня просто на других языках все я вам переведу и затем мы вышли вместе с записью хорошо договорились а и давайте вот у меня была мысль давайте сделаем еще там анкетку небольшую потому что вот я сейчас как бы мы с вами рассматриваем разные аспекты и у меня честно скажу есть желание по каким-то вот вещам как по вакцинам там по зеленой вот этой терапии это сделать отдельные вебинары насколько это востребовано мне бы хотелось получить от вас обратную связь поэтому подготовлю анкету и посмотрим насколько это для вас актуально выберите там позиции возможно ли отложена реакция иммунной системы на вакцин как вы говорите несколько лет смотрите на вакцину тут как работает если мы с вами выработали клетки памяти да вот пока они живы так сказать что тоже они же тоже не навсегда а потом смотрите у нас сегодня какая с вами тема инфекционной болезни птиц правильно а птицы они у них довольно ограничены если это броли то это вообще короткое время если там другие несушки маточные стадо да мы не будем сегодня как бы вот это вот отложенная реакция как вы говорите нет она если эффективно реакция нам нужно работать сегодня чего мы делаем вакцинацию сегодня чтобы получить эффект и мы не ждем когда она там через несколько лет у нас проявится понимаете в этом нет никакого смысла мы хотим чтобы сейчас была птица защищена пока она доживет через несколько лет и уже неизвестно что будет с этой птицей с нами и вообще так таблички я вам сделаю да интересное зеленое тропение очень интересно спасибо спасибо вам Валерия что пришли а анкету не получили да смотрите Эльшат вы зарегистрированы у нас регистрацию прошли мы рассылали собственно ссылочку на анкету вам нужно зарегистрироваться а моего не видно да хорошо давайте тогда всем зарегистрированным пользователям мы разошлем данные моей почты и анкету и вместе с подарком тоже все сделаем комплексно как мы это любим друзья поставьте мне пожалуйста по дистинбальной скале дайте знать насколько было сегодня интересно полезно опять еще раз говорю мы о Ирина отлично тогда Ирина задавайте вопросы прошу вас чтобы мы чтобы я как вы говорите была более у нас смотрите четыре составляющих они были очень большие если все так формат 9 8 10 смотрите у нас есть я так понимаю конкретики да еще раз говорю у нас сейчас ознакомительные больше принципы принципы пока что у нас идут конкретики будет дальше в может быть даже на последних последующих конкретиков вам в каком виде она нужна конкретно чтобы применять количество дозировки название препаратов конкретику вы это имеете ввиду окей но смотрите еще раз вот эти вот эти данные концентрация как дается вот это вот это уже то есть это не рамки сегодняшнего занятия это я надеюсь делаем для вас отдельный уже вебинары именно с практическим ветеринарным врачом который занимается вот этим каждый день сейчас мы пока с вами только принципы рассмотрели и я намеренно не делала слишком сложно потому что у нас есть люди которые начинают свою карьеру скажем так для кого-то это много новой информации для кого-то мало бумаги вот я вижу пятерка это означает что вы наверное уже продвинутый пользователь так сказать это радует спасибо что вы тоже были на нашем занятии они сразу просто закрыли очень светлана спасибо что вы пришли тоже ну насколько я знаю вы вообще профессионал вы же мы же все я думаю всех присутствующих наблюдаем за вашей работой которую вы ведете мы ее очень поддерживаем но вот как я уже говорила мы бы ее дополнили надо ее дополнять надо дать людям ну как бы не только запрещать а дать возможность в лаборатории проверить свои предположения поддержку лабораторную обязательно вот над этим очень надо хорошо работать просто когда мы там получаем крики помощи спасите помогите и нам негде проверить вот это вот огорчает так вот так чат спасибо вам всем присутствующим мы на сегодня завершили мы остаемся на связи ой секунду я забыла вам еще слайд передоставить что мы будем рассматривать на следующем занятии лабораторный мониторинг да мы конечно лично пока не знакомы и друг друга еще не были но вы во-первых приглашены друзья от Сисина здравствуйте рада вас видеть приглашены к нам имейте ввиду обращайтесь мы познакомим как боремся с антибиотиками мы вот и мы научимся чему вы научитесь чему-то у нас мы научимся чему-то у вас знаете это дело такое мы всю жизнь растем всю жизнь живем учимся я уверена что у вас тоже есть какие-то наработки свои спасибо спасибо друзья я вижу ваши комментарии спасибо за лекции спасибо так спасибо спасибо Марина я расскажу что я думала когда создавала эти лекции это обзорные лекции мы с чего-то с вами начинаем а чтобы уже продолжить это база для того чтобы без которой мы не можем уже идти в конкретику представьте себе я бы сейчас начала вам давать вот эти дозы какие конкретные вещества без той основы которой я сегодня проговорила про я бы вам сейчас просто бы сказала вот делайте первое первую вакцинацию обязательно вот так-то а почему зачем как это работает вы бы не знали да и что бы я сделала я вам объясню вот мой коллега Самуэль Трумпер он очень долгие годы уже ездит в Россию и обучает людей он им конкретно показывает скрывает проводит объяснения но поскольку да совершенно верно мне бы совсем не хотелось давать вам сейчас самые подробности которые нужны профессионалам вот если я вот медсессина работали когда в лаборатории тогда мы с ней я конкретно мы садились писали протоколы как мы готовимся к проведению реакции ПЦР да какие мы что мы подготавливаем что мы конкретно берем как мы конкретно делаем технику буквально вот все вот эти моменты практически рассматривали но если вам сейчас начну об этом говорить какой в этом смысл начнем каждую вот из этих позиций сходить до самых вот да нет еще куда-то конкретнее но давайте учтем еще и формат формат этой лекции чтобы я вам практически не могу это показать я вам пока даю основу как мы дальше будем продвигаться друзья данному богу известно надеюсь что у нас все получится спасибо я тоже надеюсь что практически мы тоже позанимаемся и уже конкретно то есть как вы хотите конкретики тоже до конкретики тоже дело дойдет да следующая лекция будет в понедельник тоже в 10 часов и мы будем уже говорить о бактериальных патогенах птиц но опять же я вам хочу сказать что поскольку я лабораторный работник я буду вам давать тему со своей точки зрения со стороны лабораторной несмотря что я ветеринарный со своей точки зрения с точки зрения лабораторной работы если если вы практические то есть дача лекарств конкретно в какой форме количестве там и так далее это уже мой я не хочу брать делать ошибки глупые когда я могу мы можем поработать над этим с практическим ветеринарным врачом зачем мне входить вещи которые как бы не моего формата не мой профиль совсем это автоматически начать делать много ошибок скажем так и глупых причем мы не будем забегать вперед давайте начнем с этого а дальше как мы продолжим мы посмотрим все закрываем наше общение спасибо очень было приятно с вами пообщаться спасибо за ответы за ваше участие и всего самого хорошего успеха до свидания Спасибо, Марина. Спасибо большое.